Всем здравствуйте! Меня зовут Артем, я трейдер. В этом видео мы с вами рассмотрим торговую систему. Мы ее уже в принципе рассматривали, то есть это уже вторая версия. Первую версию вы найдете где-нибудь вот здесь, вот ищите подсказочку в описании, ссылочку где-нибудь вы точно найдете. Этот человек, который ранее присылал нам торговую систему, данную систему переписал под среднесрочную торговлю. И это ключевое. Мы будем смотреть с точки зрения среднесрочной торговли на данную торговую систему. И в принципе вы можете ее скачать, она доступна опять-таки по ссылке в описании, где-нибудь вы точно найдете данную ссылочку. Человек описывает, что он не будет входить в выходные, и перед выходными будет закрывать свою позицию, чтобы не попасть на гэп. И на мой взгляд это одно из ключевых пониманий, если вы торгуете среднесрочно. Старайтесь все-таки гэпов избегать. К сожалению, вот я не попаду, точнее, не к сожалению, к счастью, я не попадал в такие ситуации, когда у меня открыты позиции, у меня выстреливает гэп в обратную сторону. То есть в убыток. Обычно либо в плюс, либо гэпа никакого нет. Поэтому особо я этого не боюсь, но видимо рынок когда-нибудь мне пожопи даст, и я начну этого тоже бояться. Поэтому, чтобы не быть таким, как я, старайтесь все-таки гэпы не торговать. Так же не торгую, когда я испытываю сильные эмоции. Значит, такой вопрос. Как не свалиться в тильт? Дело в том, что многие из вас знают, что когда вы испытываете эмоции, крайне редко можно сказать, что ты испытываешь эмоции. Когда ты начинаешь тильтовать, уже по факту, постфактум точнее, да, становится понятно, что ты находился в тильте. Что здесь делать? Как предпринять? Что необходимо делать, чтобы не свалиться в тильт? Методов на самом деле очень много. Когда у меня была беда-беда с тильтом, что я делал? Рассказываю свой пример. Важно в момент спокойствия взять какой-нибудь предмет. В моем, например, случае это, допустим, батарейка от видеокамеры. Я беру и сжимаю данный предмет до боли в руке. Ну, понятное дело, без фанатизма, потому что рука это все-таки штука дорогая. Как вы тогда кнопки без руки будете нажимать? И вы сжимаете какой-то предмет, и вот это вот состояние необходимо как бы заякорить, как бы поймать его. Я понимаю, что это сейчас слышать очень лженаучно, но смысл в том, чтобы, как, знаете, вот была собака Павлова, и как только звенел звонок, у нее сразу выделялась слюна, потому что у нее был рефлекс. Здесь важно сделать такую же самую связь. То есть, когда вы берете предмет и сжимаете его в руке, вы ловите себя в состоянии некого спокойствия. И впоследствии вы рано или поздно начинаете торговать, и начинаете время от времени брать, собственно говоря, этот предмет и сжимать его. Тем самым вы как бы не горитесь, и тем самым вы проверяете, действительно ли то, что вы сейчас делаете, соответствует вашему вот этому нормальному состоянию. Это первый момент. Второй момент, просто задавать себе вопрос, все ли в порядке сейчас со мной. И, как правило, ну, там не нужно выставлять, понятное дело, не нужно доводить дело до паранойи, ставить себе напоминание через каждые полчаса, как я это тоже в свое время делал. Просто достаточно там раз в час, раз в полчаса спрашивать, все ли сейчас в порядке. Я вам гарантирую, что когда будет не в порядке, вы сможете дать себе, так сказать, некую установку, некий сигнал, что сейчас не все в порядке. И вы начинаете перематывать, как бы представляете, перематываете пленку жизни своей назад и смотрите в момент, где вы, собственно говоря, допустили ошибку, где вы, да, ушли в тиль. Это две техники, они очень-очень примитивные, в какой-то мере даже лженаучные, но, черт возьми, они у меня вот работали. Я с вами делюсь в этом плане своим опытом. Попробуйте, может быть и у вас это сработает. Я не торгую, когда цена находится между двух крупных уровней. Полностью поддерживаю вас, коллега. Очень часто бывает в рынке такое, когда цена открывается где-нибудь вот здесь и двигается здесь, и вы видите, что у вас и сверху крупный уровень. Крупный, я подчеркиваю, крупный, это означает, что он идет с вышестоящих таймфреймов. Либо цена после этого уровня резко как-то развернулась. И между ними очень-очень маленькое расстояние, в пределах там двух-трех среднеизвешенных свечей. Лучше не торговать в эти моменты, подождать, пока будет некий пробой. Иначе большая вероятность уйти вот в такую пилу. И в конечном итоге, что здесь произойдет? Вы когда будете здесь, допустим, заходить на покупку, вас пока исполнит плюс спред, комиссионный. Пока вы сообразите, в итоге вас где-нибудь здесь исполнит, вы выйдете в минус. Поэтому лучше избегать эти моменты. И помимо всего прочего, в любом случае, рано или поздно, из этого диапазона, возьмем в кавычки диапазон, потому что мы не знаем, будет ли здесь диапазон или нет, всегда будет прорыв в ту или иную сторону, который мы не должны проморгать. Когда рынок в понедельник открылся с большим гэпом от 200 пунктов и выше, человек предлагает не торговать, поскольку в этот момент рынок якобы торгуется в эмоциях. Значит, смотрите, есть несколько таких подходов о торговле гэпов. Все вы их знаете, я про них рассказывал уже, наверное, неоднократно. Ссылочки тоже где-нибудь оставлю в подсказках. Что здесь важно зацепить? Вот у вас, допустим, открывается гэп. Вот у вас открытие рынка происходит в этой точке. Это у нас, собственно говоря, некий гэп. И вы видите, что гэп настолько большой, и он явно не дойдет ни до 50%, ни до прошлых, собственно говоря, максимальных точек. Да, он где-то будет торговаться вот в этих величинах. Вы просто мысленно отсеките этот гэп и торгуете локальную ситуацию, то есть внутри дня. Понятное дело, что уж поскольку эта система среднесрочная, мы это не торгуем, поскольку мы торгуем в средний срок. Но, тем не менее, если вы торгуете внутри дня, просто отсеките этот гэп и торгуете внутри дня. Есть, конечно, вероятность, что рынок будет двигаться в сторону 50%, но если гэп у вас слишком большой, вполне вероятно, что вот этого движения к 50% вам хватит, чтобы заработать себе и на машину, и на дом, и на любовницу, и так далее, и так далее, и так далее. И рынок, вполне вероятно, будет несколько дней идти к какой-нибудь точке, какими-нибудь трендами, и здесь вполне можно торговать. Ярким примером подобной ситуации может служить, например, черный понедельник у нас в России в 2014 году, когда началась вся эта шизофрения с Крымом и так далее. Когда внезапно в рынке появляется импульс, слежу за рынком, жду откатов. Корень импульса в середину, в начало. Импульс это может быть выход и вход крупными деньгами, поэтому если рынок дает откаты, то импульс защищает, и это может быть вход, а если нет, то это может быть выход. Так, ребята, давайте вот без этого. Я понимаю, что эта тема достаточно хайповая, крупный игрок, надо будет в название добавить, там, допустим, торговая система, крупный игрок. Тем не менее, ребята, необходимо понять, да, что мы как трейдеры с нашими небольшими счетами, миллион, два, там, или тысяч триста, у кого как, мы просто не можем чисто физически понять входы крупного игрока или выходы. Для рынка это одно и то же, поскольку, если, допустим, будет выход из позиции крупного игрока, будь то, допустим, лимитными ордерами он поставит вот такую шубу, или, допустим, рыночными он бабахнет по рынку, это будет одно и то же. Цена на это среагирует. И то же самое, допустим, с входами. Мы как бы предполагаем, что это может быть, но по факту мы не знаем. Я надеюсь, это непонятно. Начало тренда происходит после пробоя база и отката к ней. Не всегда откат такой красивый. Тем не менее, серединная фаза происходит основные движения, фаза затухания, остановки плавного движения. Откат бывает наверху, так как тренд молодой и сильный, но может доходить до 50% от волны. Откат уже доходит до 56, показывает либо чашу, либо флет. Как может случаться в начало движения, рынок хочет уйти во флет. Значит, здесь я всегда любитель, и, собственно говоря, это видео не исключение, приводить такой некий ментальный пример, который я взял из книжки «Конспирология технического анализа». Рекомендую вам ее к прочтению. Она платная, к сожалению, 300 рублей стоит. Неподъемная сумма, конечно, я понимаю. Автор Всемирнов. Пожалуйста, найдите, почитайте. Это очень интересная книга. Я рекомендую ее вам всем почитать. Автор этой книги приводил такой пример с некой бумажки. То есть, вы можете, да, я уже показывал это, тем не менее. Обратите внимание, что как бы вы ее не сворачивали, вы всегда будете иметь, да, какой-то паттерн технического анализа. Там, допустим, двойную вершинку, там, голову с плечами и так далее. Но смысл в чем? Смысл в том, что когда рынок, допустим, разворачивается, как вы видите, здесь у меня потихонечку откаты становятся все глубже, глубже и глубже. То есть, рынок как бы потихоньку-потихоньку замедляется. Здесь примерно то же самое. Следующий момент, который мне здесь уже не понравился, и он изначально здесь, собственно говоря, вкладывается. Был видеоролик под названием микрофлет. Что из себя он, собственно говоря, представляет? Смотрите, есть у нас какое-то флетовое движение, оно движется, 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 движется. В любом случае нужны лохи, нужны люди, которых, собственно говоря, будут постоянно разводить на деньги. Если по тем или иным причинам лохов нет, образуется небольшой флет. То есть, небольшая такая, что-то вроде, это даже базой невозможно назвать. То есть, небольшие вот такие коррекционные движения. Совсем-совсем небольшие. Вот подобного плана, подобного сценария. Если вы видите, что у вас после некого микрофлета рынок открывается в ту же самую сторону, куда и шел тренд, следовательно, это нам сигнал, что рынок и дальше продолжит движение в ту же самую сторону. То есть, это как некая заправочная станция. Пожалуйста, вот то, что я рассказал с микрофлетом, здесь крайне зависит все от актива. Если вы торгуете на Форексе, здесь вообще беда-беда с этим. Но если вы торгуете российский рынок, посмотрите, как на конкретно вашем активе это работает. Это будет работать, я вам гарантирую. Просто это работает всегда с неким специфическим моментом. Может быть, перед тем, как он сработает, данный микрофлет, вас выбьет, допустим, в обратную сторону. Будет какой-то ложный вынос. Все что угодно. Посмотрите, как на конкретно в вашем примере, на вашем активе это работает. Но то, что это работает, зуб дают. Чередование откатов. На второй фазе можно встретить и первую, вторую модель. Это то, что мы рассматривали в предыдущем обзоре. Человек добавил это. Это очень правильно. Тренд продолжается до тех пор, пока повышаются новые точки максимума и понижаются минимумы. Однако, для более детальной и точной картины необходимо дополнить тренд, это перемещение баз. Именно по ним должен проводиться анализ. Это то, что я вам сейчас рассказал касаемо микрофлетов, баз и т.д. Все это то же самое. Тренд считается сломанным, если рынок создал последнюю базу выше предыдущего максимума или шортовым или наоборот при лонговых трендах. Тренд считается сломанным, если рынок создал последнюю базу выше предыдущего максимума или шортовым и наоборот при лонговых трендах. Абсолютно с этим согласен, но необходимо дополнить, что не всегда такое бывает, когда рынок разворачивается через V-образный разворот, но крайне редко. По крайней мере, придерживайтесь этого и в будущем на своем примере, на своем опыте вы поймете, что многие моменты проявляются не в базе, не в логике, вот эта еда будет немножко другая. Но тем не менее, появление тормозных свечей по движению тренда, если бычьи, то скупают спрос, если медвежь, то скупают с большими хвостами и объемами. Изменение угла атаки, это признаки затухания, снижение силы и качества волн. Снижение силы и качества волн, ни хера непонятно, идем дальше. На рисунке изображено затухание бычьего тренда, слева показаны тормозные свечи, справа изменение угла атаки. В принципе, здесь можно конечно назвать, что это тормозные свечи, но с большой-большой натяжкой. Вообще, смысл тормозной свечи в том, что у нее всегда небольшое тело и большой хвост. Я сейчас кратко здесь вам приведу примеры, где тормозные свечи. Вот тормозные свечи, обратите внимание. Видите, собственно говоря, небольшое тело у данной свечи, большой хвост. Здесь тоже небольшое тело, большой хвост. Здесь тоже небольшое тело, у этой свечи большой хвост. А здесь тоже небольшое тело, большой хвост. И всегда есть какой-то повышенный объем относительно предыдущих свечей. Еще раз повторю смысл тормозной свечи. Открывается цена, идут какие-то торги и цена об что-то ударяется отпрыгивает от этого естественно образуется какой-то объем и закрывается что это означает ну конкретно допустим вот здесь у нас тормозная свеча вот у нас собственно говоря здесь повышенный объем может вы придумаете какое название там молот не молот что-нибудь такое вы точно здесь найдете смысл то в чем вот у нас было какое-то движение движение шло вниз у нас открылись торги это у нас часовой часовик вот у нас начало часа у нас цена открывается собственно говоря вот здесь и в течение часа она шла вниз и после этого отскочила наверх и закрылась наверху и раз уж у нас идут какие-то рыночные продажи конечно же рынок должен оставаться внизу он не должен отпрыгнуть поскольку рыночные ордера двигают цену я надеюсь это понятно но внезапно в рынке случается что-то то есть происходит какое-то событие какое мы не знаем но мы предполагаем что там возможно был крупный игрок который подложил свои лимиты и цена будучи а собственно говоря не способной удержаться внизу она ударяется об эти лимиты и отпрыгивает все достаточно просто поскольку в рынке очень много предложения его скупили спросом в это время никто не занимался поэтому рынок выстреливает наверх если вы не понимаете эту логику тогда не придерживайтесь другой тактики предположим пусть тень свечи должна быть в два в три раза больше тела свечи я надеюсь это понятно но это не совсем грамота но на начальном этапе в принципе канает имминация резкое ускорение на конце движения вследствие исполнения последних и крупных стоп ордеров логика такова все стопов больше нет на чем мы собираемся дальше ехать это один из вариантов есть еще такой вариант что это крупный игрок выходит рыночными ордерами ну как вариант возможно окончание тренд тренда после затухания или кульминации любые сделки строго запрещаются до пояснения ситуации смотри выше согласен с этом флэта движение в боковике при флете цена либо выходит в точки баланса спроса и предложения либо зажата между двух уровней так как и там и там стоят крупные лимитная стена при убирании лимитных ордеров цена уйдет либо вверх либо вниз флете часто наблюдаются шпильки выносы чтобы их не допускать необходимо выставить несколько лимитных ордеров на покупку если снизу на продажу если сверху на расстоянии 50-30-45 от ширины флета объем сделок 50 процентов от обычного объема таким образом независимо какая была величина шпилька она захватит наш лимитный ордер и чем выше шпилька тем больше абсолютно провальная тактика ни в коем случае это не используй значит смотрите во флете многие про это забывают почему-то я вам открою допустим индекс rts и предположим давайте я найду флэт покрасивее чтобы вам было понятно во первых найти флэт такой красивый не такая простая задача то есть вот эти вот портрет точки об этом я часто говорю но по факту это встретить очень и очень редко сделал я это только по одной причине чтобы новички банально не влю не вляпались в лужу в какую-нибудь но если говорить о реальной торговли у вас всегда будут флеты какие-то вот такие кривые либо вот с такими какими-то выносами да где-то я здесь видел вот какой-нибудь такой вынос и по факту флэт понятно что это флэт становится уже тогда когда собственно говоря флэтом здесь уже перестает пах как собственно говоря определить когда рынок переходит в некую фазу а флэта очень просто у нас есть какое-то движение до какое-то трендовое движение если это микро флэт вы в нем в него банально не сможете зайти потому что там небольшое движение и она в рамках среднего хода если мы говорим о широком каком-то флэте то здесь все достаточно просто вот это движение должно утихнуть я надеюсь логика понятно уж поскольку тренд переходит в фазу флэта то нам необходимо чтобы тренда не стало как это может произойти есть два варианта развития событий они здесь написаны в торговой системе это собственно говоря разворот через какое-то затухание и это собственно говоря разворот через какую-то кульминацию которую мы не торгуем и третий вариант развития событий это когда мы имеем вот такое вот допустим движение то есть здесь у нас последний минимум и он пробивается и мы предполагаем что мы сейчас будем находиться в некой фазе накопления то есть мы предполагаем в этот момент что тренд за нас закончился и сейчас в рынок будет переходить во флэт и вот эта точка является местом где вы будете искать флэтовое какое-то движение но здесь необходимо также посмотреть как рынок подступается точнее как он разворачивается если он разворачивается как-то двоеобразно да очень мощно например вот здесь с большими повышенными объемами скорее всего это не будет никакого флэта большая доля вероятности что рынок вот так вот сделает и пойдет вниз то есть это будет некая двойная вершинка но тем не менее такое случается крайне редко то есть всегда когда вы увидите разворот вы образу всегда есть во-первых повышающиеся объемы во вторых полотильные свечи это то что характеризуют эти развороты если же мы говорим в целом о торговле во флэте вы всегда встретите примерно подобное что рынок всегда на границе флэта дает объем он показывает вам объем здесь примерно картина следующего характера вот у вас есть какой-нибудь флэта во первых тренд у вас закончился у вас есть какое-то флэтовое движение вы всегда увидите что у вас объем здесь на границе немножко повышается может быть незначительно но он будет повышен с чем это связано во первых у нас в рынке существует какой-то крупный игрок и уж поскольку он держит рынок в неком флэте он может подскладывать свои лимитники лимитные контракты что в конечном итоге будет да как-то цену тормозить и сдерживать это безусловно видно на объеме второй момент здесь могут подключиться трейдеры которые точно также будут выставлять свои лимитные ордера на границах этого флота что также повлечет за собой увеличение объема вы увидели что рынок у вас подошел какой-то границы и показал здесь объем и следующая ну предположим посмотрим в это совершенно небольшом каком-то масштабе вот у вас есть некая граница причем это во флэте лучше ставить конечно зону если рынок вам позволяет поставить зону лучше ставки зоны и увидите что у вас допустим рынок подошел сюда у вас образуется объем и следующая свеча здесь да вот примерно подобное или здесь шпилька и вот на вот этой свече вы заходите почему а мной было принято решение торговать именно таким способом свое время потому что есть целую выносы об этом написано четко в торговой системе и судя по всему моими словами я очень часто раньше попадал примерно в подобный сценарий то есть ты видишь что рынок подходит какой-то границы видишь объем и вот здесь ты начинаешь запрыгивать запрыгивать а собственно говоря в продажу что происходит дальше дальше рынок разумеется идет выше он идет пойдет сюда куда-нибудь здесь он тебя конечно же отстопит и после твоего стопа будет вот такая свечка знакомая ситуация не так ли этому у каждого было примерно подобное поэтому мной было принято в свое время такое решение дожидаться некого объема и когда следующая свеча будет закрываться ниже после вот этого объема то есть как это как некая в миниатюре подтверждение что ты оказался прав а да безусловно таким образом мы отсекаем торговлю в каких-то небольших флотах мы не можем там зарабатывать поскольку пока ты сообразишь пока тебя исполнит плюс спред в итоге ты зайдешь день будь здесь не выгодно понимают но тем не менее это консервативный подход давал свое время когда я торговал вот совсем-совсем внутри дня давал свое время очень много положительных сделок во флете и теперь наверное флэт очень непонятен за счет наверное благодаря этому я так думаю вот в принципе можно такой достаточно хрестоматийный пример фл этого флета вот у нас есть рынок у нас рынок остановился он образовал некую базу и он начинает идти и флэт нам становится понятно только вот здесь что мы находимся во флете как бы это дико для вас не звучало тем не менее рынок подходит к некой плотности мы видим здесь повышение объема относительно предыдущих свечей повышение объема здесь мы можем продать здесь то же самое несмотря на то что открытие давайте уберем этот момент и рынок как-то двигается до в обратную сторону тоже повышение объема при желании вы можете конечно сузить тут потом можно было вот так вот торговать да вот подобными сценариями но здесь бы вы уже собственно говоря не торговали потому что здесь невозможно торговать слишком узкий диапазон это неплохие случаются на форексе у меня ученики очень любят флеты вот у них получается лучше зарабатывать на флета чем у меня ну ладно здесь все достаточно просто смотрите вот у вас есть какое-то движение вы видите что у вас это движение остановилась и вы поймете что она у вас остановилась примерно вот здесь то есть как то вот здесь вы поймете что вы находитесь во флете вы выставляете здесь лучше выставлять зоны поскольку это собственно говоря форекс и это на флэт вот такие у вас будут зоны можно сказать что они будут широкие тем не менее ударились в обратную зону видите что у вас здесь объем выставили свой стоп приказ зашли в покупки вас, скорее всего, выбило бы этой шпилькой, перезашли, ничего страшного. И вот так вы можете торговать. Вот поэтому я и говорю, ребята, смотрите, видите всплеск объема, и вы должны увидеть подтверждение. Мы вот здесь, на этой свече, увидели подтверждение, потому что для нас это некое поглощение. И здесь бы мы зашли в продажу данного актива. То есть, примерно вот так это все и происходит. Чего-то лучшего пока еще, к сожалению, не придумано. Надеюсь, вы придумаете что-то лучшее. Обязательно этим поделитесь со Стариком Звездиным, либо со своими учениками, если они у вас есть, или с трейдерским сообществом. Но лучше с трейдерским сообществом не советоваться и не делиться, потому что это потом перестанет работать. Но это отдельная история. Здесь еще знаете, в чем фишка? Вот если у вас есть возможность смотреть горизонтальные объемы, вы увидите, что при подходе к какой-то границе, если это действительно флэт, а кто-то вот прям подкидывает, подкидывает свои объемы. Это очень хорошо видно, просто нужно глаз немножко натренировать. Да, вот рынок двигается, видите, он потихоньку накидывает, накидывает, накидывает объема. Да, это постоянно, к каждой границе. Вот смотрите, все было в порядке, только мы подходим к границе, и накидывают, накидывают, накидывают сверху объем. И от этих объемов, собственно говоря, рынок потихонечку тормозится и разворачивается. Постоянно такое есть. Если вы, собственно говоря, можете смотреть горизонтальные объемы, ребят, обратите на это внимание. И здесь та же самая логика, которую я рассказывал в ложных пробоях. Ссылочку опять-таки ищите в описании, либо в подсказках. Видите, что у вас сверху образовалась шуба, ждите обратной свечи и заходите. Все достаточно просто, но тем не менее, нужно натренировать, к сожалению, глаз. Вот человек прописывает свои торгуемые формации, то есть формации, которые он торгует. Все достаточно схематично, тем не менее, я думаю, это понятно и просто. Даже нарисовал объемы. Восходящий тренд, ложный пробой уровня. Здесь все, в принципе, остается без изменений и, в принципе, достаточно правильно. Вот теперь, если вы обратите внимание, возвращаясь к теме, собственно говоря, тормозных свечей, обратите внимание, вот что связывает пинцет между собой, те же самые рельсы, дожи, либо доджи по-разному. Что связывает между собой, опять-таки, пин-бар. Это большая тень, небольшое тело. Всегда. Даже если мы рассмотрим рельсы, казалось бы, ну уж в рельсах, да, где здесь небольшое тело и большая тень. Но если вы обратите внимание, если мы посмотрим на вышестоящем каком-то таймфрейме, то мы обратим внимание, что те же самые рельсы являются для нас, в принципе, вот смотрите, здесь у нас точка открытия, рынок прошел наверх. После здесь у нас точка открытия, рынок прошел вниз и закрылся. Как-нибудь вот так. Если мы посмотрим на этот паттерн с вышестоящего таймфрейма, что здесь было? Вот у нас была точка открытия, рынок прошел наверх, вернулся назад и вот здесь он где-нибудь закрылся. Все то же самое, только на вышестоящем таймфрейме. То же самое и с поглощением. Одно и то же. Одно и то же просто на вышестоящем таймфрейме. И, кстати, это не совсем поглощение. Вот Гусев бы, если бы увидел, он бы порвал на себе рубашку, потому что здесь, видите, есть какой-то разрыв в котировках. Это не поглощение, это что-то другое. Все паттерны разворотные, должны пониматься на соответствующем фоне и появлении на разворотах после откатов на основных паттернах. Это все ясно. В месте разворота всегда должен быть повышенный объем усилия, результат. И по вертикальному должен быть образован в месте разворота, без объема сигнал игнорируется. Да, это то, что тоже присуще всем разворотам и всем вот этим моделям. Опять-таки, та же самая логика про тормозную свечу, то, что я рассказывал. Здесь же находится объем, здесь же находится крупняк, и, разумеется, лимитные ордера могут как-то нам помочь в нашем, собственно говоря, нелегком деле. Сделки должны быть сонаправлены с информацией на вышестоящем таймфрейме. А здесь вот эта фраза «Сделки должны быть сонаправлены с информацией на вышестоящем таймфрейме». Это все ясно. Вопрос в том, как это сделать, вот тут не прописано, к сожалению. Но, тем не менее, ладно. Общий принцип понятен. Анализ фона. Рыбанок находится во флете с марта 2018 года. Рынок отбился от верхней границы и пошел к нижней границе. От нее отбился и затормозился во втором сне. Ставьте, блин, припинания, знаки припинания. Ну, я вас как бога прошу. Невозможно читать. Возможно, два варианта. Рынок пробьет этот уровень, рынок спустится к нижнему уровню. Я бы так не сказал. Если вы обратите внимание, здесь, на конкретно этом графике, нужно также учитывать в целом какое-то движение. Понятное дело, что мы находимся во флете, это все ясно. Но обратите внимание, что этот флэт, он очень широкий. Во-первых. И в этом, если мы рассматриваем это как флэт, в этом флете целые тренды образуются. И с одной, и с другой стороны. Можно ли назвать это флэтом? Я бы вообще в целом не назвал бы это флэтом. Вот этот участок я бы назвал флэтом, причем таким хрестоматинным, очень понятным и четким. И вот здесь можно назвать, что это флэт. Если мы подошли к этой зоне, обратим внимание, что здесь у нас есть раз уровень, два уровня и три уровня. Где-то внизу. Мы сейчас подошли к крупному уровню. Непонятно, какой это, собственно говоря, таймфрейм. Не ясно. Далее я погружаюсь. Все, я понял. Это дневки. Мы подошли на дневках к крупному уровню. У вас торговля среднесрочная. Это означает, что вы держите позицию несколько дней. Вам, в принципе, дневки вообще могут не пригодиться. Так уж по-хорошему. Это раз. Во-вторых, вы подошли к крупному уровню. И вполне вероятно, что уж поскольку мы подошли к крупному уровню, мы всегда ожидаем от уровня отскок. Торговать на пробой дело гиблое. На самом деле, лучше предполагать какой-то отскок от уровня. Некий отбой от уровня. И мы предполагаем, что держим такую вероятность, что рынок с большой вероятностью будет отпрыгивать от этого уровня. И есть ли смысл здесь заходить пониженным объемом? Более того, у нас есть предыдущие лаи и хаи данного вот такого участка. И обратите внимание, они не пробиты. То есть, мы находимся вот здесь. Следователем, мы бы здесь могли ожидать какой-то отбой. Если бы рынок здесь нам на какой-то рисовал сигнал разворотный, мы бы от него зашли в продажи нормальным объемом. Не повышенным, не пониженным. Обычным. Далее, я перехожу на таймфрейм час для анализа и поиска информации. Не надо смотреть дневки, смотрите 4 часа. Цвет этих уровней черный. Все, началось, началась какафония. Ребята, возвращаюсь к нашим баранам. Пожалуйста, если вы выставляете уровни, для среднесрочной торговли уровней здесь слишком много. Вы банально в них заблудитесь. Ставьте какие-нибудь очевидные уровни. Поскольку для вас это, собственно говоря, часовики, в принципе, вы можете выбрать больше активов для того, чтобы находить более идеальные сделки. Я понимаю, что на Форексе это сделать очень трудно, потому что многие активы между собой коррелируют. Это очень проблематично. Я понимаю. Но, однако, существуют сейфдино-акции, существуют другие рынки. Фьючерсы на погоду даже существуют, которые вы можете торговать. Проблем в этом никаких нет. Не надо выставлять очень много уровней. Будете выставлять много уровней, вы банально в них заблудитесь. Обратите внимание, ниже наш подписчик, он, собственно говоря, здесь уже заблудился. У него есть куча здесь каких-то сценариев, которые он сидит и ждет. Хотя, по факту, он бы мог просто убрать вот эти, допустим, черные уровни с часовика и оставить только красные, раз уж он взял дневки. Проблем бы с этим не было никаких. Да, он бы порождал больше сигнал. Я не спорю. Больше приходится ждать. Но, тем не менее, ваши сделки более точные, более красивые. И самое главное, с повышенным математическим ожиданием. Для спекуляции, для внутридневной торговли такой изобилие уровней прекрасно. Я бы сказал, братан, ты молодец. Но для среднесрочной торговли это очень-очень плохо. Что мне здесь понравилось в этой логике? Вот смотрите, понятно, можно спорить, да, правильно-неправильно он сделал. Это отдельная история. Но вот это грамотный подход, на мой взгляд. Возьмите к себе на вооружение. Вот у него три развития событий, три сценария. Вот он их нарисовал. Черный, в сторону покупки. Заходим после отката от черного уровня и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сделка от черного уровня, высокорисковая, пониженного объема. Красная, цена будет во флете, торгуют только в сторону покупок. Синя, захожу на откату половиной объема. Видите, у него зависит, он поступает правильно. Я вам гарантирую, он будет зарабатывать. По этой системе, не по этой, но он будет зарабатывать, потому что он торгует риск. Он не торгует цену, он не торгует какие-то ожидания, он торгует риск. То, что делают трейдеры. Ребята, у нас есть какой-то сценарий, он высокорисковый. Да, можно было бы в него залезть, но как-то боязно. Понижу-ка я объемы. Вот это торговля риска, понимаете? Причем под боязно, я не имею ввиду эмоции под боязно, я имею ввиду небольшую вероятность происходящего. И уж поскольку повышенный риск у сделки, возможности ее исполнения крайне мала, но если она исполнится, если эта вероятность придет в нашу жизнь, мы получим очень много денег. И видите, он как-то делит это все на риски, и он торгует риск. Это, на мой взгляд, очень правильно. Возьмите себе на вооружение, я бьюсь, собственно говоря, 4 года, чтобы вы торговали примерно подобным образом, я не могу с вами ничего поделать. Вы продолжаете торговать одинаково. То есть, у вас на каждую сделку один и тот же объем, все, я даже со своими учениками сруюсь по этому поводу. То есть, это невозможно отбить. Нужно понять, есть рисковые сделки, малорисковые и совсем безрисковые. И в зависимости от этого уже плясать. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, может быть я хреновый трейдер, но на мой взгляд, это наиболее перспективно, наиболее выгодно, наиболее качественно. Вот именно такая торговля. Опять-таки, если вы посмотрите торговлю каких-то совсем-совсем профессионалов, они не заходят одним и тем же объемом по тем же, ну, в основном, профессионалам на акциях торговли. К слову, по акциям различным, несмотря на их стоимость, да, они как-то делят. Они в одну компанию совсем чуть-чуть вложат, в другую компанию много вложат. В принципе, любая тактика инвестирования, любая тактика торговли на бирже, она вот это и предполагает. Торговлю рисков. Здесь дальше идут лимиты. Лимиты рассматривали в прошлой версии торговой системы, так что добавить нечего. Стоп ставлю там, где теряется логика входа. Я захожу в рынок двумя контрактами объемом 0.2, таким образом, суммарный объем будет равен 0.4. Зайдите четырьмя контрактами объемом 0.1. Тогда у вас будет как-то получше. Ну, больше способов выхода. Первый выход будет по тейк-профиту, чтобы отбить второй стоп-приказ. Например, стоп 150 пунктов на первый контракт, то цель тейк-профита будет 300 пунктов. Как только рынок пройдет 300 пунктов, и если цена не собирается останавливаться, я ставлю от 350 пунктов. Ребят, если среднесрочная торговля, лучше придерживаться каких-то ценовых уровней. Не делать вот подобным образом. Это следует. И следующий момент. Трейлинг стоп. Не используйте никогда в торговле. Много денег было потеряно из-за трейлинг стопа, из-за того, что образуются шпильки, какие-то ложные выносы. Не используйте, ребята, трейлинг стоп. У вас в рынке, когда вы используете, вы часть закрываете, часть закрываете, ну, если мы говорим о среднесрочной торговле, часть вы закрываете по достижению какого-то ценового уровня, и часть оставляете. И вы выставляете, собственно говоря, свой стоп за какие-то мощные, какие-то базы, либо какие-то, да, уровни мощные. То есть, в чем логика? Ваш стоп должен исполниться там, где потеряется логика вашего входа. Вы должны выставлять свой остаточный стоп там, где, собственно говоря, будет разворот. То есть, при достижении какой точки вы скажете, что рынок развернулся, либо он перешел во фазу накопления. Но не трейлинг стоп. Ребят, избавьтесь от трейлинг стопов, это штука злая на самом деле, лучше его не использовать. Второй выход будет по тейк профиту на ближайшем крупном уровне. Без убыток, все сделки провожу в без убыток, как только позволит рынок. Мне бы хотелось увидеть хотя бы демо-сделки по данной торговой системе. Я понимаю, что это большая роскошь данному человеку, но тем не менее, публично я прошу его сделать несколько сделок. И мы эти сделки в принципе рассмотрим. Я дам какие-то свои комментарии, поделюсь какими-то своими соображениями. Но только по торговой системе. Просто хочу показать, что данная торговая система, она работает, и она может приносить какой-то доход в грамотных руках. Поэтому, уважаемый подписчик, жду от тебя торговых сделок. И потом мы соберемся и посмотрим эти торговые сделки. Всем спасибо. С вами был Артем Звездин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зарабатывайте. Когда заработаете, не забудьте поделиться. Удачи!